Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Флет Аут 2. Так, Спероу Хавк у нас машинка. Два третьих метода мы тут занимаем, это, конечно, очень плохо. И София просто очень далеко уже ушла в очень дальний отрыв от нас. Поэтому надо с ней сейчас что-то делать. Быть может, даже что-то плохое. Вот Джейсон Валкер страдает хренью. Просто вот сейчас какой-то нас тут развернул. Почему? Непонятно зачем. Непонятно для чего ему это надо. Так, что-то нужно делать с Софкой. В идеале, конечно, не хочется так, да, прям жестко. Но в идеале ее бы вообще сделать так, чтобы она заврикалась. То есть врикет. Поэтому попытаюсь, вот тут 4 круга, как бы можно сказать, время есть. Попытаюсь я Софку здесь уничтожить. Ну, в самом, что ни на есть плохом смысле этого слова. Какая-то труба тут к нам прицепилась. Вообще, что это? Ой, здесь можно упасть вообще. В общем, мы пятые. Вроде же неплохо едем. Новый рекорд крутого вон там сидим. А мы пятые. Ой. Ой, опасные здесь какие повороты. Вот это вот самое худшее, когда задней парой колес наезжаешь на обочину, и это стопроцентный разворот. Причем в этом плане я согласен с флотаутом, но в плане физики... На тебе, братка. Это оно в реальности так оно и есть. Поэтому тут они ничего не преувеличивали. Все, все сделали правильно. Так. Кто тут у нас уезжает? С стороны в сторону. Почти, мы третий. Вообще просто неимоверно ушли. Лидеры. Какой-то огромный отрыв. Хотя нет, вот появляется на горизонте я вижу Софию. Сейчас попробую с ней что-нибудь сотворить. Вот сюда поехал только из-за того, что София сюда поехала. Так бы я поехал по дороге. Поскольку я хочу ее достать. Мне нужно ее достать. Кстати, у нее полная жизнь, и она вообще не поцарапанная. И тачка, ну у нее какой-то бульдозер. Ну что он такой быстрый, я не могу понять. Софа. Четы в него я не знаю. Реактивная... Ну вот, пожалуйста. Она в нее, наверное, заливает реактивное топливо какое-то. А я на 92-м еду. Просто нереально догнать, нереально. Да, большое вам спасибо, мои товарищи, друзья, что вы именно сейчас, когда я играю, заходите в свои игры, всплывают у вас таблички. Мне, конечно, очень нужно знать, что вы играете сейчас в Доту или в Тим Фортас. Ну да ладно. Я все время забываю отключать эти уведомления. Надо их вообще отключить глобально, чтобы они даже не всплывали. Они мне уже поднадоели, честно говоря. Хочешь поиграть, и у тебя пачка этих табличек поставила. И на запись, главное, попадают. Вам, наверное, они не нравятся. Слушайте, ну что такое? Я поставил амортизаторы. Почему нашу тачку так бросает? Почему она такая неустойчивая? Да, в общем, это слив трассы. Причем слив Софии. Ее сейчас просто будет очень большой отрыв. Вообще, у нас даже не получилось ее не раздогнать. Ну, а что там получалось? И Джек Бентон побеждает. Еще два очка набирает София. Относительно у нас четыре очка набирает Джек Бентон. Ой, ну, еще две гонки. И мы уверенно занимаем все время третью строчку. Ну, что за дела? Прямо как-то вот этот этап, знаете, чисто для шашлыка. Шашлык, ты будешь третьим. Мы уже решили. И все. И я третий. Ладно. Наверное, надо уже смириться. Просто доехать этот этап. Соф, а ты меня достал. Ну, все может быть. Это флатаут. Здесь мы сейчас можем занять первое место. А Джек Бентон в Софии седьмое и восьмое. И тогда, как бы, короче, буду прожимать нитро, как мне советовали. Потом оно один фиг наберется. Кто-то мне так писал. В принципе, оно так оно и есть. На тебе, Джек Бентон. Почему мы тебя так слабо ударили? Потому что в задний бампер. Самый сильный удар, он в бочину происходит. Но в бочину мы уже, к сожалению, слабо его стукнули. Так, трасса довольно динамичная, извилистая. Что, конечно, не есть хорошо. Ну, хотя, может быть, это и хорошо. У нас машина как бы поуправляемый. Да, вот стоило сказать, что у нас машина поуправляемый. И тут же вылет в кювет какой-то. Кэти Джексон, у нее уже... Ну, да, тут на ОКе вообще. Кэти Джексон, сколько же тебе заплатила София, чтобы ты в этом... В этой серии ездила на ОКе, а не она? Ну, видимо, много. Видимо, это все не просто так. Они договорились. И опять Джек Бентон, София Мартинес занимают первые строчки. Ну, да, все-таки, видимо, неспроста мне писали, что именно София будет главным фаворитом здесь. Ну, София и Джек Бентон, если честно. Ну, то есть, рано сбросил я ее со счетов. Видимо, в первых этапах у нее просто что-то не складывалось. Теперь она вошла в колею серии Стрит и едет уже эти этапы, ну, так, довольно уверенно. Так, ладно. Вот они и забодали друг друга. Может, их там сейчас еще кто-то обгонит. Но это только второй круг. Вот если бы такое на третьем круге произошло, то это было бы, конечно, очень хорошо. Ну, поскольку это происходит на втором... София, ну, что ты там творишь вообще? А, она себя почувствовала звездой балета. Тут же Джек Бентон нас пытается обойти. Ну, точнее, он не пытается, он обходит в машину, мотыляет. Жесть, они, конечно, едут очень-очень экстремально. Ну, я уже знаю, как... То есть, самый лучший для нас расклад, он, дело в том, что нас тоже не устраивает. А самый лучший для нас расклад здесь, знаете, какой будет? Мы займем первое место. Джек Бентон и София Мартинос, соответственно, второе и третье. Но это нас тоже не устраивает. Нам нужно занять первое место, чтобы они при этом заняли, ну, пониже места, чтобы еще хотя бы парочка человек обошло. А такого не будет. Они едут... Ну, у них очень какие-то читерные тачки. Я не знаю, очень они... Относительно всех едут на голову выше. И... Блин, вот этот момент... Сейчас мы еще им проиграть умудримся. Но у меня полное нитро есть. Ой, слушайте, там София Мартинос закрутилась. Сейчас нам надо не отдать победу Джеку Бентону, но благо я составил нитро и... Вот. Вот почему. И, кстати, смотрите, даже на нитро он... Он меня обходил. Да, София на пятой строчке, но... И Джек Бентон на шестой, он же вторым приехал. Ребята, вы... Вы прекрасно видели, что вторым приехал Джек Бентон, а не Джейсон Валкер. Что происходит? Мне Флэтаут решил дать шанс на победу? Типа специально там, шашлык. Мы на два очка сделаем тебе отрыв от Софии. Я, кстати... А раньше такое было, уважаемые подписчики? Кто-нибудь это видел? Я такого не обращал внимания раньше. Ну... Ладно. Дуэль между мной и Софией Мартинос. Нужно сейчас занять место... Вообще нужно победить. Вот и все. Да, тут... Если Джек Бентон нас обойдет, то мы тоже проиграем. Короче, нам нужно набирать много очков. Нет, у нас тут отрыва от третьего места. У Джека Бентона тоже много очков. Так что... Ой... Что-то там взорвалось. Я прям затупил, когда увидел этот взрыв. Ну, немножко испугался, потерял контроль над ситуацией. В итоге у меня чуть-чуть... Чуть-чуть впал в дрифт, если можно сказать, впал. Кэти, ты бы меня не таранила. Ты и так каждую угонку практически в рикет. Ты еще и таранишь. Тебе машинку свою беречь надо. Так что расслабься, аккуратнее будь. И все хорошо у тебя будет. Ну да, вот обязательно нам нужно наедать. И Джек Бентон, вы посмотрите. Вот у него тачка переднеприводная. Я вот сто процентов могу сказать. Потому что она из заносов у него очень... Ну, Кэти, ну в конце концов, ну успокойся, да. Потому что из заносов она выходит, ну просто идеально. А из заносов лучше выходить как раз таки вот на переднеприводной машине. То есть вытягивать, как передние колеса вытягивают из заносов. Вот находит газом. Ну вот опять тут София нас обходит. Причем особо не заморачиваясь. Мы вообще пятые едем и не можем ничего с этим сделать. Ну хотя как не можем. Группа довольно плотная лидеров. Так что все нормально. Я еще не сдаюсь. Ой, куда-то я тут поехал. Через какие-то срезал что ли этот поворот. В итоге я-то одну позицию отыграл. Но мне кажется... Нет, если бы я проехал по-нормальному, я бы отыграл, наверное, побольше. Нет? Не знаю. Джек Бентон тем временем попадает в аварию. И мы с Софийкой занимаем первые две строчки. Ну и вот та дуэля, о которой я говорил. Нам нужно победить. А София тем временем наращивает отрыв. Правда я видел, что она там нитро использовала. Ну ничего, ничего. Это хорошо. Значит у нее ближе к финишу нитро не будет. Так. Третий круг. Не стоит забывать, что это не четвертый, а третий круг. Поэтому тут еще все может 10 раз поменяться. Поэтому нитро я оставлю, в общем, напоследок. Не буду его использовать. Джек Бентон нас обходит. Но это однозначно было использование нитро. Хотя у него тачка и настолько быстрая, что может он не без него нас обошел. Не знаю. Ладно, посмотрим. Так, вот тут вот в этом повороте нам удается отыграть немножечко отрыва. Да, вот видите, то есть они выигрывают за счет того, что у них машина быстрее. А мне приходится здесь уже за счет такого мастерства выигрывать. И это на самом деле хорошо. То есть игра усложнилась. Явно игра усложнилась. Чем дальше вы в игре проходите, тем сложнее. Это правильно, это логично. Ну, не во всех играх так. Так, ну и все. Четвертый круг. София уж очень большой отрыв здесь набрала. Поэтому нужно как-то его сокращать. Используя там что угодно. Нитро, не нитро, но нужно. Да ну заезжай же ты в этот поворот. Ну, господи. Ты не в такие у меня повороты входила, машинка. А здесь не можешь войти. Так, ну почему мне сейчас не дали ничего, никакого нитро? Ну, дайте хоть чуть-чуть, хоть капельку. Ну, София же выиграет. Ну, пожалуйста. Ну, блин, ну хоть капельку нитро дайте. Ну, просто я не могу ее обогнать. У нее машина быстрее. Ну, ну хоть как бы я идеально не ехал. Да, ладно. Нам был апгрейд какой-то поставить. В итоге мы занимаем вторую строчку в этом этапе. Ну, в принципе, я на первую не рассчитывал особо. Ладно. Мы еще потягаемся. О, открывается у нас тут всякие машинки. Спидшифтер. Вот это чем-то похоже на Вентуру. Не дай бог. Что угодно, кроме этой. Кайон. А вот это вот как раз таки тачка, по-моему, Софии Мартинес. Ух ты, левел 2. 15 тысяч нам тут дали. А ну-ка, давайте зайдем в каршоп. Чего у нас тут есть. Вот на этом у нас едет София Мартинес. Сколько он стоит? 53 тысячи. Но у нас таких денег нет. Поэтому я, наверное, я ее покупать и не буду. А ну-ка, гараж. Вот у нашей машинки топ-спид 4.4. Ну, конечно. У этой 7.3. Здесь 4.4. Слабо. А, например, у машинки Софы. Вот здесь 4.1 без апгрейдов каких-либо. Ладно. Думаю, да, вот эту бы купить себе. 53 тысячи стоит. Роуд Кинг 5.7, 5.6. 4.5. Роуд Кинг стоит 70 тысяч. Ладно. Не буду я пока ничего покупать. Я, наверное, проапгрейжу себе свою тачечку. Но уже в следующем выпуске. Ну, а на этот выпуск мы на этом закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.